Эти учения были не совсем обычными. В качестве статистов и наблюдателей на них присутствовали представители шести частных предприятий пассажироперевозчиков. Они приехали перенимать опыт работы Одинцовского пассажирского автотранспортного предприятия. Инициатором же такого обмена опытом стала антитеррористическая комиссия Одинцовского района. Когда по легенде учений в салоне рейсового автобуса был обнаружен подозрительный пакет, начал раскручиваться привычный алгоритм спасения пассажиров и жителей города. По просьбе водителя люди отключили мобильные телефоны и почти сразу покинули салон. Автобус направился в безопасное место, куда быстро подтянулись экипажи полиции, задействованные в системе единой дислокации нарядов. Место стоянки оцепили и вызвали кинологов. Информацию подтверждаю, обнаружен предмет в автобусе. В пакете лежит, в задней части. Место оцеплено. От момента получения тревожной информации до прибытия нарядов полиции прошли считанные минуты. Как обычно, правоохранительные органы сработали оперативно и профессионально. В ходе проведения мероприятия можно оценку дать положительным сотрудникам. При наличии реального подтверждения сотрудники действовали слаженно, оперативно, быстро. В целом, оценка положительная. На вызове у нас были задействованы все подразделения, которые входят в состав системы единой дислокации. Это сотрудники батальона патрульно-постовой службы, сотрудники отдела вневедомственной охраны, с кинологом в том числе. Вопросом безопасности в Одинцовском ПАТП всегда уделялось особое внимание. Сегодня рейсовые автобусы оборудуются специальными автоинформаторами, призывающими пассажиров к бдительности. С недавних пор к участию в таких тренировках начали привлекаться и свободные от работы водители. Одной из тренировок в городе Звенигороде, на нашей базе производственной, мы пригласили на такую тренировку водителей, свободных от работы, чтобы они реально смотрели, как это действуется, и полиция, и водители, их коллега. На данном моменте, на этой тренировке, тоже присутствует десяток водителей, которые в настоящее время не работают. Они выходные, но они приехали, чтобы посмотреть результаты тренировки. Ведь никто от водителей не требует, как стихи заучивать, там, чего нужно делать. Алгоритм должен знать. Алгоритм у нас простой. Остановить, убедиться, выслушать пассажиров и отогнать по возможности автобуса менее интенсивным движением место. Конечно, вряд ли большинству пассажиров или водителей придется столкнуться с такой экстремальной ситуацией в реальной жизни. Но даже один предотвращенный теракт уже оправдает любые затраченные усилия.